Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал, меня зовут Арина, я практикующий психолог, я делаю обзор на лирику ваших любимых песен, а также мы вместе смотрим интервью и передачи с вашими любимыми артистами. Сегодня мы с вами будем смотреть интервью ребят из BTS в ООН, а также у меня уже есть реакция на их основную речь, которую они высказывают на Генеральной Ассамблее, поэтому если вы еще не видели, оставлю подсказки, пожалуйста, смотрите. А интервью я еще не видела, поэтому давайте вместе посмотрим и прокомментирую свои мысли, расскажу вам. Но прежде чем мы начнем, я как всегда хочу напомнить, что каждую субботу я провожу онлайн-группу «Музыка со смыслом». Это группа для вас, для любителей музыки. Мы с вами обсуждаем более глубоко лирику той или иной песни. И, кстати, завтра в субботу мы будем с вами обсуждать песню «Make it right». «Я могу все исправить». Мы будем обсуждать те ошибки из прошлого и, соответственно, учиться брать оттуда ресурс и менять что-то реальное в своей жизни. Поэтому, если вам интересно, пишите мне, пожалуйста, в WhatsApp, Telegram или переходите по ссылочке в мой Instagram, напишите мне в Директ. Кстати, если вы интересуетесь психологией в моем Instagram, много всего полезного, поэтому подписывайтесь. Ну что ж, давайте начнем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 и представлены, и ответы. What are your expectations for what they will do as special envoy? What are your expectations for future generations? What are your expectations for future generations? What are your expectations for future generations? BTS is the greatest artist in the world of COVID-19 pandemic. BTS is the greatest gift for future generations. It is a special point for the future generations. BTS is the most important part of the future generations. Продолжение следует... Прежде чем она начнет задавать вопросы, мне хочется подчеркнуть слова президента Кореи, потому как он так тепло высказывается о ребятах, и вот его главная идея, что ребята способны не просто принимать любовь от своих поклонников, но также ее возвращать. И мне кажется, это одно из самых главных качеств артиста, когда он таким же безусловным образом ценит, уважает и подчеркивает значимость своих слушателей, своих фанатов. И, конечно же, ребята достигли такого колоссального влияния на огромное количество людей, то есть около 100, по-моему, миллионов официальных поклонников есть у этой замечательной группы, и это просто чудесно, это невозможно даже с чем-то сравнить, потому как их голос действительно влияет на умы огромного, колоссального количества людей. Вот вы представьте, что вы владеете такой силой, суперсилой, и это не дается просто так, да, они заслужили это своим трудом, своим талантом. И крайне важно, что их качества, человеческие качества, да, моральные, нравственные, на таком высоком уровне, что они ценят эту любовь, что они также эту доброту возвращают. И, естественно, конечно же, президент Южной Кореи это подчеркивает, и прям невозможно даже подобрать слова, какая происходит очень красивая такая комбинация людей, которые создают себя своим трудом, талантом и творчеством, сейчас уже находятся на таком высоком положении, что они действительно могут поменять сознание огромного количества людей, и это поддерживает сам президент. То есть что может быть прекраснее, да, поддержать тех людей, которые действительно имеют этот вес, да, эту силу владеют ею, и как будто вот предоставить им свободу выражаться и реализовывать основные цели, которые вот в этой резиденции ООН существуют, как цели устойчивого развития, о них мы поговорим чуть позже. The United Nations, but this was really, really special, and we're going to be, you recorded it from 1 in the morning until into the early hours of sunday. Some amazing video editor put it together, and it's out there in the world, and it's going to really bring the world into the United Nations. So thank you for that. Jimin. Yes? What are your impressions on your second visit to the UN? Спасибо большое, Чимин. Спасибо. Я не могу верить, что вы нервы, потому что вы выступаете перед такими людьми и миллионами фанатов, но я думаю, что это означает, что мы все человеческие. Следующая... Она действительно подчеркнула именно Чимина, потому как мы с вами помним, что он очень сильно волновался, когда они выступали, и даже немного забыл свою речь и попросил прощения в прямом эфире. И она это подчеркнула и сделала очень круто, что вот эта ее фраза, что «я не могу поверить, что ты волнуешься, ведь ты выступаешь перед огромным количеством людей на таких огромных стадионах», но это, конечно же, означает или подчеркивает именно то, что мы все являемся обыкновенными людьми. И мне тоже хочется еще раз, в очередной раз подчеркнуть эту фразу, потому что эти качества, эти чувства нас всех объединяют и действительно ставят на одну позицию, как человек человеку равен. Именно потому, что мы испытываем те же самые чувства «я хочу любить, и вы хотите любить», да, мы все хотим быть любимыми, и естественный процесс идет, как бы потребность у каждого живого человека, и даже не человека, а живого существа. Да, всевозможные животные, они также любят, также испытывают это чувство страдания, и естественно, мы все хотим жить благостно, в здоровье и с достатком. И вот эти такие трогательные моменты, как волнение, стеснение, это тоже те же самые чувства, которые испытываем мы все, и это нас именно объединяет и, конечно же, дает нам возможность проявить эту эмпатию друг к другу. Поэтому, если вы чувствуете, когда ваши там знакомые, даже если люди, которых вы не знаете, но они волнуются, поддержите их, потому как это естественно, да, или же поддержите сами себя, скажите, что это нормально, вот Чумин волнуется, даже текст забыл, ну что, я же такой же живой человек, поэтому нет в этом ничего страшного. Мы все живые, только мертвые уже не волнуются. Вот, слышим дальше. questioning К question to J-Hope. What is your message, or what was your message today to all of your fans, I think I read there's something like 90 million around the world, probably even more, your army, and what are the actions, that you would like them to take? Добавил субтитры DimaTorzok Соглашусь с ней Желательное, доброжелательное Добро пожаловать новому поколению И конечно же, что мы могли услышать от Хасока? Только позитив, только радостные слова Он подчеркивает, что мы не пропавшее поколение Не то, что мы боимся за это будущее А мы способны взять ответственность за свое будущее И естественно, это будущее в руках молодых людей И знаете, мне здесь хочется поделиться с вами интересной информацией Был такой случай, когда один профессор Я не помню его имени, к сожалению, если найду Оставлю ссылочку под этим видео В общем, он читал лекции в детских домах По поводу... Ну он психолог, я так понимаю, педагог И по поводу высказывался социального поведения Вообще понятие рода Что такое род? Почему важно брать ответственность за свое будущее поколение? И так как дети из детских домов лишились этого рода То есть они не знали, откуда они, кто их родители И конечно же, эта потерянность Ведет их к деструктивному поведению И естественно, очень большой процент детей из детских домов Попадают в очень печальные истории И на этой лекции его посыл основной заключался в том Что вы можете стать родоначальником целого рода Ваши будущие дети могут взять те ваши качества Потому как известно всеми нами Что генетически мы передаем не только свою физиологию Как мы внешность Но и даже вплоть до качеств характера И он именно давал этот акцент Что не важно, что вы потерялись Что ваш род прервался Важно, что будет в будущем И знаете, что интересное произошло в этом детском доме? У них резко снизилась неуспеваемость И в частности поведение Если раньше воспитатели очень сильно жаловались на их поведение Что они были очень непослушны Ну понятно, да, очень такими невоспитанными, скажем так Но вот после этой лекции в их голове что-то поменялось И самое главное, они осознали Что они могут нести ответственность И если молодой человек, вот подросток Не понимает, что такое ответственность Он, конечно же, будет вести себя абсолютно так разнузданно То есть он не понимает ценности, для чего он живет И поэтому он растрачивает свою жизнь Так как не чувствует себя нужным И вот в этот момент, когда вам 15-20 лет И вы думаете, что вы никчемный Никому не нужен Подумайте, что у вас скоро будут дети У вас будет семья И вы как будто передаете своему будущему И вот тогда в человеке закладывается реальная ответственность И мы все хотим что-то дать своим потомкам Что-то лучшее А для этого мы должны сами стать лучшими Лучшей версией себя Чтобы это светлое будущее действительно стало светлым Поэтому я очень хочу присоединиться к словам Хасока Что мы не потерянное поколение Мы прекрасное, умное, талантливое И пусть оно так и будет А мы, как вот если мы каждый обратимся сами к себе То наша задача передать эту благостность Другим своим уже потомкам Спасибо большое, президент Мун The Republic of Korea Is the first And so far the only country In the world To transition from being One of the poorest countries In the world To having an advanced economy And to being a donor nation And this just in a few decades What Why are the sustainable development goals In this context important to you Even as a country That has overcome such poverty And economic hardships Yes, 감사합니다 SDGs는 단순한 경제 성장 뿐만 아니라 사회의 안정이나 통합 그리고 또 환경의 지속 가능성 등을 포함하는 균형 있는 발전을 목표로 하는 것입니다 그런 점에서 개도국뿐만 아니라 선진국들도 끊임없이 추구해야 하는 목표라고 할 수 있습니다 한국은 반세기 만에 절대 빈곤에서 벗어나서 민주주의와 경제 성장을 함께 달성하면서 선진국으로 발전했지만 아직도 많은 문제가 있습니다 많은 노력을 하고 있지만 여전히 노인 빈곤이 심하고 또 소득과 자산의 불평등과 양극화가 심각하고 여성들의 경우에는 사회활동에 제약이 많고 유리천정이 높습니다 게다가 이번 코로나 팬데믹을 통해서 이런 불평등들이 더 심화되었습니다 그렇기 때문에 SDG는 한국으로서도 대단히 중요한 목표라고 할 수 있습니다 SDG의 핵심 원칙인 누구도 소외시키지 않는다라는 것은 한국 정부가 추구하고 있는 사람 중심의 포용적 혁신 국가라는 정책 목표와 정확하게 일치한다고 말할 수 있을 수 있습니다 Thank you, President Moon. I heard in your speech to the General Assembly, well, to the SDG moment just now. I think you're speaking later in the week to the General Assembly, but in your speech, you mentioned leave no one behind as a very important theme, but you also spoke of other achievements that you, even during this pandemic, have been able to work on that are linked to the SDGs. I think one was climate, and perhaps there are others. Even during the pandemic, what has Korea been able to do to work towards the SDGs? 한국은 방역 모범 국가로 평가받고 있지만 한국도 코로나를 겪는 동안 취약계층이나 소상공인 자영업자들의 삶은 더욱더 어려워졌습니다. 요즘은 돌봄 격차나 교육 격차 같은 문제도 생겨나고 있습니다. 한국은 이런 함께 위기를 극복해 내기 위해서 포용성을 강화하고 있습니다. 확장 재정을 통해서 취약계층이나 소상공인 자영업자들을 지원하고 거의 대다수 국민들에게 재난지원금을 지급해서 함께 위기를 극복하려는 그런 노력을 하고 있습니다. 한국은 코로나 극복을 위해서 국제사회와 연대 협력하고 있습니다. 모두 125 나라의 방역 물품을 지원하고 한국의 코로나 대응 경험과 기술을 공유를 하고 있습니다. 코박스의 역불 공유를 약속을 했고 지금 한국에서 네 종류의 백신을 생산하고 있는데 앞으로 글로벌 백신 허브의 한 축을 맡아서 더 많은 백신을 더 공평하게 전 세계인들에게 보급하려는 노력을 지속하려고 합니다. 기후 위기 대응에 있어서는 우선 국내의 석탄발전소를 조기 폐쇄하고 해외의 신규 석탄발전소에 대해서는 공적금융의 지원을 중단했습니다. 대신에 개도국들에 대해서 그린 또는 기후 분야 ODA를 대폭 늘렸고 또 개도국에서 선진국으로 이렇게 발전한 한국의 경험을 살려서 개도국들이 기후 위기 대응에 좀 더 잘 적응할 수 있도록 적극적으로 돕는 그런 역할을 하고 있습니다. 굉장히 고맙습니다. 그리고 BTS 정말 고맙습니다. 그 모든 일을 만들어내는 세상을 더 잘하는 곳으로 그리고 감사합니다. 그리고 전화와 주요. 이것은 현실에서 더욱더 더 즐거운, 더욱더 더 잘하는, 더욱더 더 좋았고 그래서 감사합니다. Прекрасное интервью, очень глубокое. Конечно, здесь затрагивались уже такие сложные политические вопросы. Моя задача немножечко, наверное, прокомментировать некую связь творчества, искусства, некой культурной жизни с экономикой. Это очень интересное наблюдение, так как в тех странах, где очень авторитарный режим управления, также находится под неким давлением сама культура, или же она остается очень консервативной. Если мы посмотрим на примере Южной Кореи, то с какой скоростью, с каким прогрессом они справились со своей бедностью и вышли из одной из бедных стран, вышли в одну из самых развитых стран, богатых стран. И с таким же темпом они развивали свою индустрию шоу-бизнеса или же киноиндустрию. Всё это очень синхронизировалось, как будто бы происходит некий симбиоз. И мне хочется подчеркнуть именно важность человеческого сознания. То есть когда общественное сознание развивается, идёт в общем темпе, все как будто бы, знаете, в муравейнике включены в это светлое будущее, то и происходит подобный прогресс. Потому как мы раньше даже и думать не знали, что мы будем с вами слушать корейскую музыку или же наслаждаться прекрасными корейскими фильмами. Вот меня очень сейчас потряс вышедший последний сериал корейский по поводу «Игра кальмара». Кальмара наверняка многие из вас уже посмотрели или же в процессе. И это действительно подчеркивает, что не только шоу-бизнес в виде тех же ребят из BTS, но и киноиндустрия даёт невероятный прорыв, что в принципе всё взаимосвязано. Какая экономическая ситуация, какая политическая ситуация. Соответственно, это всё сказывается на развитии культуры. И хочется вот только сказать «браво» Южной Корее. Это просто великолепный пример наверняка для многих стран, что они так гармонично развиваются в разных направлениях. И это очень похвально. А ещё мне очень хочется подчеркнуть в завершении, поговорить немного о тех процессах, о которых говорили ребята. Вот эти цели устойчивого развития, которые входят в резолюцию ООН, их 17. И я не буду сейчас перечислять каждое, но они, по сути, если объединить, это некая борьба с бедностью, с голодом, с плохим образованием и так далее. И мне вот сейчас именно очень важно подчеркнуть борьба с ксенофобией, с национальными расприями и с гендерным отличием. Обо всём об этом говорят ребята многократно, подчеркивают это. Также они говорили о своей поддержке ЛГБТ-сообщества, что нельзя никого ущемлять, у всех должны быть равные права. И когда я сняла видео по поводу ксенофобии и ЛГБТ, многие меня неправильно поняли. И я, наверное, вот отличный сейчас случай, объяснить ещё раз свою позицию, что наша задача не бороться против или же за. Мы должны держать фокус внимания на гармоничной, экологичной коммуникации друг с другом. И неважно, какой вы национальности, на каком языке вы говорите или же какой сексуальной ориентации вы придерживаетесь. Все наши различия не должны стать поводом для войны. Наоборот, мы должны учиться быть дружелюбными, ассертивными, уметь находить этот баланс в коммуникации. И я ещё раз повторюсь, меня воспринимают в основном, хорошо, не в основном, а были такие комментарии, когда люди начинали отстаивать свою свободу и говорить о том, что их, наоборот, сейчас ущемляют. Я сейчас не говорю, про какому лагерю вы принадлежите. То есть, пожалуйста, ещё раз подчёркиваю, что важно не что вы отстаиваете, а важно, как вы это делаете. И здесь, в этом именно процессе, насколько мы можем быть ассертивными, то есть не агрессивными, а настолько мы построим с вами этот мир. Потому что поводом для войны может быть абсолютно любой, начиная от национальности, заканчивая как раз-таки сексуальной ориентацией. Вопрос ещё раз заключён в том, как мы в себе взращиваем, культивируем эту дружелюбность и умение защищать свою границу дружелюбно, экологично. То есть у всех должны быть равные права. Самое прекрасное выражение, что моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Вот если мы все будем придерживаться этого правила, то конфликтов будет меньше и меньше, к чему я вас всех и призываю, и себя в том числе, учиться быть очень ассертивными. Также мне хочется подчеркнуть их работу по поводу... Как это называется у них? В общем, у них очень много есть видеороликов, я так понимаю, они такие связаны с рекламой Hyundai. Я видела несколько. Может быть, мы даже совместно с вами посмотрим, когда они пропагандируют вот именно борьбу с... Как это называется, господи, вылетело из головы слово. Работа с глобальным потеплением, борьба против экологической катастрофы. И вот они в этом рекламном видеоролике как раз-таки объясняют, почему так важно заботиться о нашей экологии, почему мы должны быть очень осознанными в своем потреблении по поводу чистой воды, как остановить эту глобальную катастрофу. В общем, мне невероятно... Вот хочется много-много использовать слов, но я не знаю, как их подобрать правильно, какое восхищение вызывают ребята, что они, оказавшись на таком высоком статусе и способны влиять на умы огромного количества людей, и они выбирают эту стратегию добра и присоединяются к таким глобальным темам, которые касаются абсолютно каждого человека на этой планете. И если мы действительно отнесемся к этому очень осознанно, то действительно наш мир станет лучше, добрее, и экология будет... Ну, я, по крайней мере, на это очень сильно надеюсь, что мы сможем предотвратить эту глобальную катастрофу, да, как глобальное потепление. Вот. Очень серьезные темы, очень как бы усложняется их задача, их ответственность растет, и я прям рада, что они очень как бы сильно, да, сильные, и каждый человек, чем больше у него внимания, тем больше он несет эту ответственность. И ребята с этой ответственностью справляются очень правильно, здорово, и хочется только похвалить их, и присоединиться к их колоссальному движению за добро, за все светлое и хорошее. Ну что же, ребята, спасибо большое, что посмотрели со мной. Это прекрасное видео. Буду продолжать делать подобные реакции с интервью, потому что мне это очень интересно. Вот. А я на сегодня с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok